Дорогие друзья, всем привет! Сегодня с нами Валерий Грязнов, а это значит, что мы будем говорить о чем-то краеведческом, историческом интересном. Валерий, с момента выхода нашего последнего совместного сюжета, это был ролик про верхний условно, прошло примерно два месяца, и люди до сих пор пишут, они говорят, что это было очень познавательно и просят снять о чем-то еще. Вот у меня сразу же первый вопрос, как вы думаете, почему люди так любят копаться в своем прошлом? Ну, истории любого, так сказать, предков наших дедов, это всегда очень важно, кто этим интересуется, он, конечно, себя обкрадывает, это нормально. Другое дело, что то место, где мы сейчас стоим, немножко особняковое, это так называемый Казанский пороховой завод, который только последние 30 лет начало с него спадать пелена вот этой тайны, секретности, закрытости, и в результате истории этих мест просто не знает никто, и по своей вине просто узнать было неоткуда. И вот я просто хочу сказать, какое-то время назад мы, стоя на этом месте, говорили, что вот здесь проходила старая московская дорога, проходила она в течение многих веков, и вот она шла вот здесь, в том направлении, и вот здесь был перекресток. Направо был поворот в село Ягодное, центральная улица, тогда называлась Архангельская, сейчас настало Голодилово, а основная дорога шла вниз под горку, поворачивала направо и прямо под горой шла в сторону Кремля, под горой потому, что чуть левее между Ягодной Слободой и Кизической Слободой летом было непроходимое болото, Весной здесь все заливало огромным количеством воды, были море возливанное, и таким образом дорога Карабкова шла-шла по кромке этой горы, как раз для того, чтобы она работала всесезонно, она шла в сторону Казанки параллельно. Вот сейчас мне хотелось бы сказать подробности об этом селе. Мы говорим про Ягодную Слободу, которая сравнительно недавно была село Ягодное, а в историческом прошлом, а этому село уже больше четырех веков, она называлась Ягодная Поляна. И вот первый документ, 1584 год, где упомянуто село Ягодная Поляна, она передавалась Архимандриду Тихону, и это не случайно, потому что в этом месте было только село, и напротив, на другом берегу уже тогда стоял Зеландов монастырь. Вот мы сейчас пройдем по этому селу. Центральная его улица, которая тогда называлась Архангельская, а потом Гладилова, она сохранилась в своих контурах за века неизменно, хотя никаких старых домов. Самые старые дома, которые сейчас там стоят, им чуть побольше 100 лет всего-то лишь, да? Ну и, конечно, украшением этой улицы Гладилова есть знаменитый Аллахузовский дворец, который мы все время называли по-простому клуб, но комбинатом. На улице Фрунзе есть известный ТЦ, торговый центр Ягодная Слобода. Я правильно понимаю, что этот торговый центр отношения к территории Ягодной Слободы не имеет? Нет, не имеет. Почему так назвали? Ну, опять-таки, в силу того, что за давностью лет плохо понимают, где были границы, и границы именно проходили так. Вот та точка, где кончается улица Гладилова, где она переходит в улицу Борьбы и в улицу 1 Мая. Здесь была околица села Ягодная Поляна, которая потом стала Ягодной Селом Ягодной и Ягодной Слободой. Вот. Далее. После этого, как на их построили завод, все в ту сторону, уже называлась Пороховая Слобода. После революции, сразу же, вскоре после революции, слово Пороховое изъяли. Просто отовсюду. Платформа Пороховая переименована Слобода. Эту Слободу назвали Слобода-Восстание, да? Но это не привелось название. Это вызвало только путаницу. Никто в народе это Слободой-Восстание не называл. Больше того, потом появился разъезд в Восстание, и возникла какая-то тюрьма, непонятно что куда. Вот. И условно Ягодной Слободой называли весь район, включая до первой школы. С точки зрения, так сказать, истории этого района, это неправильно. Эта Слобода Ягодная, та Слобода называлась, писалась Пороховая. Хорошо, давайте сейчас поговорим про этап остановления Ягодной Слободы. Да. И вот Ягодная Слобода прочитывала уже полтора века. Поворотным годом был 1718. Приехал Петр, властный император, повелел строить здесь Адмиралтейство. Под этого понадобились мастеровые. И вот буквально в скором времени Ягодная Слобода резко увеличилась. Приехало здесь очень много мастерового люда. И вот перепись населения, которая была проведена, сохранились документы под поручиком Иваном Тильманом, 1760 год. Говорило, что здесь уже дворов около 500, что здесь уже пошли мастерские, канатная фабрика, пилорама, кожевинные производства, ткацка и прочее. Все это сопровождало. Более того, люди уже перестали заниматься собственным сельским хозяйством. Здесь в основном жил мастеровой люд. Далее, собственно, надо сказать, что конкретно дата октябрь 1825 года, когда Ягодная Слобода была включена в состав города, вошла в частью города. До этого, до того момента, до октября 1825 года, почти совпадает с восстанием декабристов. Это было село Парадского волости, Казанского уезда. То есть это было просто, как тогда называли, подгородное село Ягодная Поляна. Кстати, мы почему-то в нашем разговоре не упомянули, почему называется Слобода и деревня Ягодная. Откуда такое название? Ну, вот я говорю, кто-то в старые времена, когда деревня только основывалась, придумали ей такое название. Это было официальное название Ягодная Поляна. То есть Ягодная Поляна, как и Святские Поляна, Ягодная Поляна. Не знаю, ягоды ли были, но, к слову сказать, село Ягодное рядом, напротив, по другую сторону, село Квозья Слобода, физические Слобода. И вот все пространство между ними. Был такой луг, очевидно, ягодное место, которое потом весной превращалось, заливался водой, было огромное море. Вот это вот пространство болотистое потом, в советское время, и сейчас можно увидеть, чтобы вести там строительство. Там регулярно свозили строительный мусор, землю, вот где чего копают, свозят туда. И вот только методом подсыпки подняли его над уровнем, чтобы из этого болота сделать вот это пространство. Так вот, село вошло в состав города, и потом уже тоже существенная дата, 1859 год конкретно. Сюда приехали два брата, два купца из обрусевших греков, Иван Иванович и Николай Иванович Аллафузовы. И вот они здесь крепко взялись за дело, и вот все, что к 1917 году потом перешло в руки государству, это все принадлежало Аллафузову. Вот по ту сторону дороги, вот где мы стоим, вот этой улицей, тогда называлась Архангельская, были кожевенные заводы. Кожевенные и шорносидельная фабрика. Здесь были льнокомбинаты, швейная фабрика. Вот, все это они развивали, ну и венцом, то, что они оставили по себе добрую память. Вот этот вот дворец Аллафузовский, который, слава богу, цел, он уцелел, его не разрушили, он сейчас в хорошем состоянии. Очень красивое здание. Изумительно красивое здание. И вот когда Аллафузов полагалось говорить, что он эксплуататор, буржуй, так сказать, эксплуатировал население, это несправедливо. Потому что вот этот дворец он построил для рабочих. Он мог совершенно спокойно построить себе дачу где-нибудь с видом на Волгу, вот на такие деньги. Но он построил дворец, в котором была и библиотека, и театральный зал настоящий, полномерный. И там были такие вещи, что люди играли в шахматы и в шашки. Это все было для рабочих? Для рабочих, это рабочий клуб был. Тут столько было всего хорошего. И, конечно, это было сделано для своих людей. И он остался до сих пор как памятник этому человеку. И сейчас, надо сказать, все-таки переименовали улицу в честь него. Вот здесь недалеко проходит улица, которая носит имя вот этого старшего брата Аллафузова, Ивана Ивановича Аллафузова. Ягодная Слобода большая, мы не можем стоять на одном месте. Мы сейчас поменяли локацию. Валерий, что здесь? Да, вот мы движемся. Мы движемся вдоль улицы и по времени. И вот мы сейчас находимся в точке, где стоят самые старые здания этой улицы. Давайте напомним, улица Гладилова. Улица Гладилова, которая до того называлась Архангельска. Гладиловой она стала после 1920 года, названа в честь убитого большевика, который в марте 1920 года участвовал в этой проторазверстке и был убит крестьянами. Трагедией гражданской войны. Улица стала носить его имя, Иван Яковлевич Гладилов. Далее. Вот улица сейчас хранит только два дома с дирекционной пары, ну, кроме того самого здания клуба льнокомбината. И вот это вот здание, это здание училища. Ну, здание потом перестроено, но училище было открыто в 1806 году. Усилий тоже купцов, свешников, есть такая фамилия. Были духовные лица, которые нивизовали начальную школу. И вот она счетовала на помощь, на деньги этого русского купечества. Рядом, подальше, еще один дом. Это вот эти два дома, которые сохранились с давних пор. Вот тот кирпичный красный дом, да. Там, судя, если я... Там жил купец свешников. И вот что хочу сказать. Ну, между этими двумя домами стояла церковь, которая называлась Смоленско-Дмитровская церковь, а в просторечье она называлась Архангельская, по названию улицу, по названию улицы, которую зачем-то снесли в 1934 году на волне вот этой самой борьбы, антирелигиозной. И через год построили 381-ю школу. А рядом по соседству клинику открыли, 4-ю клинику. А, кстати, сейчас на этом месте чей-то бюст? Это Киров. Это Кировский район. Кировские наши земли, Ягодные Слобода. Стал именоваться Кировским районом. И это не случайно. Это было сразу после убийства Кирова в 1934 году. В 1935 году. Пролетарский район, который носил это имя, переименовали в Кировский. И вот эти два дома, это единственное, что уцелело. А на самой улице, что уцелело, само направление. Вот как шла она исторически на протяжении веков, так все изгибы повторялись. И направление было не случайно, потому что в двух шагах вот здесь протекала река Казанта. В старые времена, насколько я себя помню, до 1957 года улица кончалась вот буквально через 100 метров и поворачивала на мост. Дорога шла так. На мост какой? На тот бетонный мост, о котором мы уже рассказывали. Вот этот бетонный мост. Горпатый бетонный мост. Горпатый бетонный мост. А прямо, казалось бы, дорога. Она была тупик. Я туда никуда никогда не ходил. Мне говорили, что там фабрика, если жил в Кунче. Но впервые по этой улице мы прошлись только вот после этого самого того, как Казань преобразовалась, конечно. Изумительно. Вот. Пришла большая Болга, и настала возможность купаться на Казанке. Вот о чем вы говорили раньше. На этой Казанке не то, что не купались. На лодке-то я не помню, чтобы я когда-нибудь плавал на обычной лодке, чтобы кто-нибудь рыбачил, да. А туда уже мы регулярно летом 57-го года ходили. И это было, конечно, огромным подарком. И вот только первый раз тогда мы прошли до улицы. Бладилово до конца. А раньше, до этого, она делала правый поворот. И весь транспорт, и троллейбусы, и все машины двигались только туда. Боковые улицы были тупиками. И вот мы прошли до конца всю эту улицу, и дошли до этой точки, где кончалась московская дорога, доходящая до долины реки Казанки. И вот можно посмотреть на старинную картину, написанную английским художником Турнерелли. Это приблизительно 1837 год. Почти в те же годы, когда приехал в Казань Пушкин. И вот дорога московская шла так, от этой точки прямо по полю. Она шла напрямик в сторону Кремля. Тогда не было вот этой дамбы, которая потом была построена. Называлась сначала Адмиралтейская, потом Кировская. Она была построена лет через 15 после этого. Не было и Ленинской дамбы. И дорога шла по полю. И вот как раз художник, который приехал, увидел Казань такой, какой мы сейчас видим спустя 200 лет с того момента. Вот закончилась наша прогулка по Ягодной Слободе. И долина, которая нас разделяет, она была ровно такая же, как в те времена, так и сейчас. Вот сейчас уже Казанка замерзла, уже люди катаются на коньках. Исключительно красивое место. Валерий, задам тогда такой вопрос напоследок. Вам не кажется, что наш рассказ сегодняшний получился не столько про Ягодную Слободу, сколько про улицу Гладилова? Да. Ну, тут надо сказать следующее. Ягодная Слобода на протяжении всего времени существования, пока она была, вот эти 4 века, она стояла, по сути дела, из одной центральной улицы, которая шла берегом реки Казанки. Рядом с ней чуть поодаль шла вот эта вот Домосковская дорога. А если посмотреть на старую карту, там одна улица, песчаная только есть, и поперечная, которая вот называлась, насколько я помню, Смоленская. Вот. То есть, вся это вытянутое село состоялось, как многие деревни, во все времена, из одной центральной улицы, действительно, которая только за это время поменяла свое название. Так что это действительно так. Эта улица, это рассказ об одном улице и рассказ о старинном селе, которое когда-то называлось Ягодная поляна. И сейчас его название помнят только старики. Сейчас это место называется Кировский район. Кировский район. Кировский район. Кировский район. Кировский район. Кировский район. Кировский район.